Эта красивая белокурая девочка очень любит кормить птиц. Четырёхлетняя Даша верит, что скоро голуби перестанут её бояться и обязательно сядут на её крохотную ладошку, чтобы склевать несколько семечек. Парик один. Парик? Мы парик не взяли с собой. Почему? Ну, забыли. Не представляешь? Забыли. Не представляю. А вот сама Даша журналистов стесняется из-за того, что её волосы после многочисленных курсов химиотерапии не такие длинные, как были ещё полтора года назад. Глядя на эту девочку, похожую на ангела, невольно задаёшься вопросом, почему именно ей досталось такое. После лечения нейробластомы, казалось, успешного, мама Алёна была уверена, что всё страшное уже позади. И когда белокура и локона у девочки начали отрастать, выяснилось, что онкологическое заболевание вернулось. А врачи из российского онкологического центра признались, в этом случае они бессильны. Ну, так и сказали. У вас есть год. Наслаждайтесь этим годом. Нет, Дашу по-прежнему лечат. Но мама узнала, что означают слова «палиативная химиотерапия». Это не лечит. Это просто с комфортом, чтобы она дожила. Удивительно, но даже палиативное лечение, по сути, обезболивание, вдруг дало результат. Опухоль у девочки уменьшилась в размере с 8 сантиметров до крохотной горошины. Показатели НСЕ, это онкомаркер именно по нашей болезни, он значительно упал. То есть был около 400. Сейчас он ближе к норме уже встает. То есть у нас очень большие шансы победить. Да, действует химия, даже палиативная действует. И Даша, её мама верит, что с болезнью удастся справиться. Университетская клиника в немецком городе Грайсфальт разработала уникальную методику, позволяющую излечивать вернувшуюся нейробластому. У девочки впереди ещё курсы рецидивной химиотерапии. Затем должна последовать операция по удалению остающейся опухоли. Потом поиски донора и замена костного мозга. А в самом конце новейший ноу-хау немецких онкологов. Лечение антителами. Однако стоимость от четырёх этапов 767 тысяч евро. Мама Алёна, которая в одиночку растит двух детей, сама такую сумму собрать не в состоянии. В Иркутске для маленькой Даши уже нашли 2,5 миллиона рублей. Благотворительный фонд помощи «Детям свет» просит телезрителей нашего канала помочь собрать недостающую сумму. Времени очень мало. А лечение в немецкой клинике – единственный шанс для Даши. Алексей Ивлиев, Зульфия Сиразиева, телекомпания НТВ, Иркутская область.